Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художника Цукиоко Йоситоси. Японский художник считается последним великим мастером гравюр в жанре уикиюэ. Его деятельность пришлась на две эры. Последние годы эпохи Эдо и последующую эпоху Мэйти. Как и многие японцы той эпохи, Йоситоси интересовался западными новшествами. Однако позднее стал серьезно обеспокоен утратой многих аспектов традиционной японской культуры, в том числе упадком направления уикиюэ. Я пользуюсь википедией. Родился в семье зажиточного торговца. При рождении получил имя Авария Йонзиро. В возрасте трех лет переехал жить в дяде аптеку. С пяти лет увлекался живописью и первоначально учился у родного дяди. В 1850 году в возрасте 11 лет поступил учеником к одному из крупнейших мастеров японской гравюры Утагава Куни Йоси, который дал ему имя Йоситоси. Во время обучения Йоситоси концентрировался на копировании техники своего учителя. Куни Йоси обращал особое внимание на более детализированное и реалистичное изображение объектов. Кроме того, Йоситоси изучал западные стили живописи, знакомясь с коллекцией западных картин, собранных у Ньоси. В 1853 году создал свою первую работу в триптихоморском сражении при Данаура в войне между Тайро и Минамото. Первый успех художнику пришел после издания серии гравюр «100 японских и китайских историй». В 1865 году Йоситоси и позднее будет демонстрировать интерес к мистическим преданиям и рассказам, воспроизводя их сюжет. Во второй половине 1860-х годов он создал много работ в жанре мудзане – картин с изображением жестоких сцен. Эти темы были навеяны смертью отца, а также разгоравшейся войной в бассейн. В 1868-1869 годы. В 1866 году подготовил серию гравюр «28 убийств» со стихами, особенностью которой была детальная прорисовка сцен убийств. В неспокойные годы эстетика насилия снискала популярность среди широких слоев населения, благодаря чему имя молодого художника стало еще более известно в эдро. В 1869-м Йоситоси был признан одним из лучших художников, работавших для гравюры. Однако нестабильность в стране повлияла и на мир искусства. Работает иллюстратором в газете «Юбинхоти Симбун», где публикует около 60 рисунков. Во второй половине 1870-х начинает больше интересовать психологизм в его работах и персонализация изображаемых им людей. В 1880-м годах финансовое положение художника немного налаживается, а в 1884-м году у него было уже около 80 учеников. Во второй половине 1880-х годов относится рассвет творчества Цукиоси Йоситоси. Он пытается противостоять иностранному влиянию на искусство и обращается к национальным традициям и историческому прошлому Японии. Много работает и создает одну из наиболее известных в своей серии «Сто видов Луны». Ее сюжеты посвящены событиям средневековой японской истории, впечатленных в танках, хайхо, пьесах и театрах кабуки, исторических хрониках и преданиях. В последние годы Йоситоси сильно болел, нуждался. В 1891-м психологическое состояние художника опять усугубилось, и он попал в психиатрическую лечебницу, вскоре после выхода из которой скончался в возрасте 53 лет, 9 июня 1892 года. Кстати, он известен как первый японский иллюстратор повести Пушкина «Капитанская дочка». Вот так вкратце из переводной википедии о Цукиоко Йоситосе, японском художнике. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok